Добрый вечер! Вы смотрите информационный выпуск сегодня в начале о главных событиях 22 апреля. В двухнедельный срок спутник ВИП прибудет в республику. Президент поручил Минздраву проработать вопрос вакцинации. В столице состоялась презентация книги «Кто пережил, тот помнит». Автор – заслуженный врач республики Николай Загоев. Осетия в «Фокусе» состоялась торжественное награждение победителей и участников фотоконкурса. В течение двух недель вакцина от коронавируса спутник ВИП прибудет в республику. Партия будет составлять 2000 доз. В первую очередь вакцинацию пройдут медработники. Об этом стало известно в ходе рабочей встречи президента Анатолия Бибилова с министром здравоохранения и социального развития Георгием Точиевым. Тему продолжит Яна Плеева. Министр здравоохранения отчитался по двум наиболее важным вопросам. Президент Анатолий Бибилов дал поручение проработать вопрос по вакцинации, чтобы в кратчайшие сроки началась вакцинация населения. По словам Георгия Точиева, на данный момент найдем поставщик и уже через две недели вакцина спутник ВИП будет у нас в республике. Первая партия в количестве 2000 доз. В первую очередь вакцинацию пройдут медработники. Прорабатывается вопрос по вакцинации населения республики Южная Осетия, в частности, добровольную вакцинацию, потому что мы в основу, естественно, ставим добровольный фактор. И, учитывая потребность населения в вакцине, вакцина российского производства, спутник ВИП, на сегодняшний день найден поставщик, учитывая специфику продукции, вакцина все-таки российского производства, на, скажем, поставщики вакцины, это проверенные компании, на сегодняшний день подробный поставщик и ведутся переговоры на заключительном этапе переговоры. Многих жителей интересует этот вопрос, хотя остаются и те, кто до сих пор отрицает существование вируса. В России вакцинация началась в начале этого года. Как мы их называем, ковид-диссиденты, которые до сих пор отрицают факт самого существования этой пандемии, несмотря на то, что у нас и есть случаи смерти людей, есть факты, которые действительно говорят о том, что этот ковид есть, эта пандемия есть, но мы на них не должны обращать внимание. У нас главная цель – это здоровье нашего народа, поэтому все вопросы, касающиеся скорейшей доставки вакцины, они должны быть еще раз проработаны, и, может быть, получится не две недели, а гораздо раньше. Главу республики также интересовал вопрос о поставке кислородной станции. Все финансовые вопросы уже решены, осталось завершить технические. После того, как станция будет привезена сюда, начнутся монтажные работы по установке, и объект будет сдан в эксплуатацию. Также в ожидании, ну вот здесь сроки, скажем так, будут усечены, в течение недели мы ожидаем, что эта станция прибудет. На месте созданы все условия для размещения этой станции, технические задачи, которые были поставлены заводом-изготовителем, реализованы, и как только станция будет доставлена на территорию республики Южной Осетии, подключена, сразу же осуществляется приезд специалистов, которые по условиям договора будут осуществлять шок-монтажные работы. Станция позволит снабжать и отдаленные районы республики. Поставляемый в нашу республику кислород является медицинским, с соответствующими документами и сертификатами соответствия. Если и даже в ближайшем будущем в ней не будет острой необходимости, все равно, по словам президента, станция должна быть готова к использованию. Речь шла и о выплатах медработникам среднего звена, которые работают в красной зоне. Яна Плива, Рауль Кочев, Тамерлан Гусраев. Информационный выпуск сегодня. Николай Дзагоев, кандидат медицинских наук, заслуженный врач республики. С более полувековым стажем работы в сфере здравоохранения издал книгу «Кто пережил, тот помнит». Автор делится воспоминаниями о героях и участниках борьбы за независимость Южной Осетии в начале 90-х, событиях августовской войны, медработниках, которые проявили в те трудные годы мужество, стойкость и героизм. Эльвира Тибилова расскажет о презентации книги. В Южной Осетии состоялась презентация книги «Кто пережил, тот помнит». Автор издания заслуженный врач республики Николай Дзагоев. Презентация нового издания Николая Дзагоева собрала широкий круг почитателей его творчества, его коллег и друзей. Редактор издания Костадзугаев отметил, что автор вписал свое имя золотыми буквами в новейшую историю Южной Осетии. Не только как блестящий хирург, но и как большой патриот своего народа. Этот хирург вписал свое имя в историю Южной Осетии не только как врач-профессионал, но и как гражданин с большой буквы. Потому что подвиг служения, который нам продемонстрировал дядя Коля, как мы его все называем, особенно это касается, конечно же, тяжелых 90-х годов, этот подвиг нам не может быть забыт и, конечно же, должен быть отселенным. По руководству он не остался без внимания. Николай Дзагоев – награжден высокими нашими динамиками. Но, наверное, самая главная награда – это наше к нему внимание, наше к нему почтение, наше к нему любовь и уважение. Николай Дзагоев – кандидат медицинских наук, заслуженный врач республики, бывший министр здравоохранения. Проработал в медицине более 50 лет. И не просто проработал, а был одним из ведущих хирургов. В книгу вошли воспоминания автора о героях и участниках борьбы за независимость Южной Осетии в начале 90-х и события августа 2008 года, о медицинских работниках республики, которые проявили образцы мужества и стойкости в эти трудные времена и, рискуя собственной жизнью под пулями и снарядами, спасали жизни других. Глава государства Анатолий Бибилов отметил безоговорочную любовь и почтение, которое Николай Дзагоев заслуженно получает от всех, кто с ним знаком, и говоря уже о его работе и жизни. Николай Георгиевич врач, то, что Николай Георгиевич хирург, то, что Николай Георгиевич политик, то, что о него можно сказать и государственный деятель, и политический деятель. Это мы и все знаем, но, наверное, вот эти должности все-таки они как-то гармонично вписываются в характеристики, характеристику Николая Георгиевича в первую очередь как человека, и человека с большой буквы. Я не знаю, если бы, наверное, наши врачи жали столько, сколько им они людям помогают, то они бы, наверное, были бессмертны. Суть в чем? Если даже взять боевые действия, которые происходили в 1991 году, вряд ли мы найдем много материалов, которые описывают эти боевые действия. А работа врачей – это тоже, в принципе, поле боевых действий, но только в палатах, в подвалах, в тяжелых условиях. Сам автор издания «По состоянию здоровья» не смог присутствовать на презентации. От имени отца слова благодарности гостям выразил Эдуард Загоев. Он также зачитал приветственное слово Николая Загоева гостям презентации. В основном это книга о медицинских работниках Южной Осетии, о моих дорогих и родных медиках, которые в течение всего периода проявляли образцы мужества, стойкости и самопожертвования. Вы все герои, все, начиная от медработников и водителей скорой помощи, до врачей и медсестер в больнице, которые зачастую при свете свечей и керосиновых ламп под обстрелом проводили сложнейшие операции и оказывали помощь раненым, спасая их жизни. Чувство долга, чувство патриотизма и любовь к своей родине и своему народу для вас было превыше всего. Как по-другому объяснить подвиги наших врачей, которые неделями не покидали своих рабочих мест и непрерывно проводили операции? Как по-другому объяснить подвиги наших медсестер, которые работали наравне с врачами, оказывая помощь раненым, часто отдавая кровь на переливание и опять становились к операционным столам. Книге большое внимание уделено и медицинским работникам Братской Северной Осетии Алании, также действиям советских и российских военнослужащих, которые, несмотря на угрозы со стороны Тпилиси, не раз приходили на помощь Южной Осетии. Часть воспоминаний посвящена встречам с руководителями республики того периода. Стоит отметить, что это четвертая книга автора. Книга была сверстана и издана в Доме печати города Цхинвал по решению издательской комиссии Госкомитета информации печати. Тираж книги составил 200 экземпляров. Эльвиря Тибилова, Александр Кокоев, Тамерлан Кусраев, Фатима Кумаритова. Информационный выпуск сегодня. Среди 20 участников фотоконкурса «Осетия в фокусе» выявлены победители в нескольких номинациях, а именно сюжет, анималистика, пейзаж и репортаж. Все работы интересны и заслуживают внимания. Победители награждены дипломами, а все фотографии в ближайшее время будут представлены на выставке, которую планируется провести в республике. Состоялось торжественное награждение победителей и участников фотоконкурса «Осетия в фокусе», в котором приняли участие более 20 человек. Каждая работа была по-своему интересной. Фотоконкурс проходил в рамках проекта отдела молодежи и спорта администрации Ачамчирского района при поддержке Государственного комитета Республики Абхазия по делам молодежи и спорта. Было отмечено, что фотохудожники – это люди с тонкой душевной организацией, а такого рода мероприятия служат стимулом для молодых фотографов. «Поддержка фотохудожников, я вас так называю, фотохудожники, потому что это на самом деле искусство, творчество – одно из самых красивых, необычных и современных видов искусства. Именно эта профессия, на этом можно и зарабатывать. Я думаю, что некоторые из вас это уже делают, и это очень правильно, потому что у нас острый дефицит, и мы специалисты в этом направлении. Каждый фотограф у нас на весь золото. Мы с большим энтузиазмом восприняли предложение абхазских коллег принять участие в конкурсе «Осветия в конкурсе». К сожалению, за пандемию нам не удалось до сих пор подвести итоги этого конкурса. Наконец мы это сделали. Я рада, что вы оказались участниками. Еще больше рада, что вы стали победителем и финалистами данного замечательного конкурса». Были выявлены победители в нескольких номинациях. В номинации «Анималистика» победила Анна Гассиева. Лауреатом в номинации «Сюжет» стал наш коллега Азамат Кузыев. В номинации «Пейзаж» Донат Хачиров. В номинации «Репортаж» София Исакьян. Лучшие фотографии в номинации «Растительный мир» представил Ирбек Ачеев. Также дипломы за участие были вручены Татьяне Тихоновой и Георгию Джоеву. В номинации «Анималистика» диплом награждается Анна Гассиева. В номинации «Растительный мир» диплом награждается Ирбек Ачеев. Вот это? Работы участников фотоконкурса оценивали Ганна Яновская и Мария Кукоева. Члены жюри отметили, что Комитет по молодежной политике и спорту проделал огромную работу. Поблагодарили всех, кто проявил активное участие в конкурсе. Первый конкурс молодцы ей задел, есть стимул, очень много работ хороших было, действительно много хороших работ. Были работы любительские, но и это хорошо, потому что ребята старались. И направления были хорошие. Единственное, что были номинации, какие-то, которые выпали. Хотелось бы, чтобы в следующий раз эти номинации все же пополнились фотографиями, потому что там были ключевые номинации, национальный стиль. Вот там... Причиня того, что не было. Не было. Там люди попытались, но немного это не то было, что должно было. Ну, по моему мнению личному, если я говорю, что-то мое мнение личное, что я не видела в этом национального баллариата. Поздравляю, ребята, молодцы. Давайте, держите камеры, снимайте, творите. Спасибо вам. Победители и участники конкурса выразили благодарность организаторам за возможность принять участие в мероприятии такого формата. Подчеркнули, что именно благодаря таким конкурсам талант раскрывается еще больше. Благодаря таким конкурсам, в том числе, мы здесь много раскрываем сторон нашего, вашей республики. И это тем самым развивает и фокализирует вашу страну. И вот даже я, я, честно, как бы и не рассчитывала, что я что-то там выиграю. Просто я здесь приехала, и, собственно говоря, меня, в принципе, республика вдохновила на то, чтобы взять в руки фотоаппарат. Оказавшись в унитарных местах, увидеть вашу самобытность, это очень здорово. Такого нет в Центральной России. Такое уже давно утеряло там, а здесь это сохранилось. И вот я хочу, чтобы благодаря вот таким конкурсам люди узнавали и более раскрывали свой мир. Может быть, к вам это приведет к туристам, но я думаю, что вы их встретите с любовью, и это все способствует только развитию вашей страны. Поэтому проводите такие конкурсы чаще. Это очень здорово. Здесь есть, что показать, и здесь есть, чему делиться. Участники получили не только дипломы, но и подарки. Также было отмечено, что работы участников и победителей фотоконкурса «Осетия» в фокусе в ближайшее время будут представлены на выставке, которая пройдет в республике. Алена Аутаева, Рауль Кочиев, Оксана Таттаева. Информационный выпуск сегодня. Госансамбль песней и танца «Симд» вернулся с гастролей. Артисты своим мастерством покорили дагестанского зрителя. Выступление высоко оценил их удруг ансамбля, ведь это первая поездка с обновленным составом. В концертную программу вошли номера Золотого фонда «Жемчужины осинского танца». Коллектив награжден почетными грамотами, а впереди покорение новых высот городов России. Стейла Бязрова с подробностями. Государственный ансамбль песней и танца «Симд» вернулся с гастролей. Насыщенную сольную программу коллектив представил в республике Дагестан. Для художественного руководителя ансамбля Родиона Гуларова это первая поездка с обновленным составом коллектива. Гастролями худрук остался доволен. В целом гастроли прошли очень хорошо. Впечатления остались достаточно положительными. Это, можно сказать, после реорганизации нашей первой гастроли коллектива. Они прошли достаточно положительно. Эмоции остались тоже положительные. Встретили нас очень хорошо. Дагестан, как всегда, провел свое гостеприимство. В общем, мы остались всем довольны. Концерт юго-синского ансамбля прошел в рамках проекта «Обменные культурные мероприятия России и Южной Осетии». Зрители познакомились с концертными номерами, вошедшими в золотой фонд ансамбля. «Симд», «Хонга-кафт», «Девичий лирический танец», «Рок-кафт» и многое другое. «Танцы народов Кавказа» пришли зрителям по душе. Мы повезли программу «Танцы народов Кавказа». В номера вошли такие, как, естественно, наши национальные истинские танцы, наших дорогих соседей, дружеских соседей, такие танцы, как, естественно, мы повезли дагестанский танец, аварский, мы повезли дагестанскую песню, чем они были приятно удивлены, чеченский танец, абхазский танец. Обновленную программу представил и хор Крикус ансамбля «Симд». Артисты исполнили старинные песни, среди которых и дагестанские народные. Мастерство югостинского коллектива произвело большое впечатление на дагестанскую публику. Коллектив ансамбля был награжден почетными грамотами. Вклад в популяризацию народных традиций и сохранение культурного наследия народа в России, укрепление межкультурных и межрегиональных связей, почетные грамоты Министерства культуры Республики Дагестан награждаются артисты государственного ансамбля песни и танца Республики Южная Осетия «Симд». Сабиева Залина Руслановна, главный дирижер ансамбля. Хасиев Саслан Вильгельмович, артист хоровой группы ансамбля. Губиев Игорь Муратович, артист танцевальной группы ансамбля. Директор госансамбля «Симд» Кристина Гоглоева рассказала о планах коллектива. По ее словам, в ближайшее время артисты поедут покорять и другие города России. Мы планируем первый концерт, 14 мая мы планируем сольный концерт в Госдрам-театре. Дальше у нас поездка в Грозный, на Альчик. Два концерта мы даем в городе Владикавказ. На этом пока в мае месяце мы ограничимся. А дальше у нас наметки идут на Абхазию, в Сочи и Республика Татарстан. Артисты вернулись на родину меньше недели назад, однако уже приступили к репетициям. Впереди у коллектива новые вершины, которые нужно покорить. Ну а пока изнурительные репетиции каждый день. Стелла Бязарова, Альдина Чихоева, Фатима Кумаритова. Информационный выпуск сегодня. На этом наша программа подошла к концу. Я Ирина Джиоева. Желаю вам всего доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин